Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на наушники под названием Apple AirPods. Поехали! Ну и для начала, как и любой продукт, наушники нужно распаковать. И сверху, как во всех новых продуктах от компании Apple, то есть айфоны и наушники, мы видим комплектацию, а не само устройство. Здесь у нас название наушников AirPods, что там внутри, давайте посмотрим. Так, здесь нам показывают, как мы можем подключать наушники, то есть сначала нам нужно включить Bluetooth устройство на своем телефоне, подключить наушники и начать прослушивание музыки. Далее всякая ненужная макулатура, которую, как по мне, лучше не класть, потому что она все равно бесполезная. Ну и, кстати, никаких наклеек здесь нету, потому что Apple считает это не отдельным устройством, а аксессуаром для айфона. Дальше у нас идут сами наушники, их мы пока отложим в сторону, и внизу мы видим кабель для зарядки. И теперь давайте распакуем сами наушники, они у нас в такой матовой пленочке, очень качественной. И вот у нас сами наушники, но на самом деле я ими уже пользуюсь порядка недели и готов поделиться своими впечатлениями вместе с вами. Во-первых, это очень удобные наушники. У них прекрасный кейс, они сами по себе очень маленькие, их практически не чувствуешь в ушах, потому что они очень легкие и маленькие. Вот у нас один наушник, вот второй. В кейсе мы видим индикатор заряда, который показывает нам, насколько наушники заряжены. Если они заряжены полностью, то он будет зеленый, если они сейчас идут в процессе зарядки, то он будет оранжевым. Снизу мы можем заметить в чехле специальные коннекторы, с помощью которых наши AirPods будут заряжаться. То есть вот таким способом они у нас примагничиваются к кейсу и очень удобно их в нем хранить. На задней части у нас располагается вот такой вот шарнир, на котором у нас держится верхняя крышка кейса. На самом деле он очень хороший и у меня спустя неделю он вообще не разболтался и чехол до сих пор закрывается точно так же, как в первый день. Также сзади у нас есть маленькая кнопочка, которая позволит синхронизировать наши наушники с другими устройствами. То есть когда мы ее зажимаем, индикатор сверху кейса начинает мигать. Это значит, что наушники находятся в поиске другого устройства. И хочу заметить, что материал корпуса кейса такой же, как на наушниках Apple AirPods. Он был точно такой же и на EarPods, проводных наушников от Apple. И это на самом деле, как по мне, неудачное решение, потому что наушники очень быстро царапаются и покрываются мелкими царапинами. Вы можете сейчас это видеть на камере. Теперь давайте возьмем какое-нибудь устройство от компании Apple и подключим к нему наши новые наушники. Вот сейчас у меня здесь iPad. Это просто iPad. На него есть обзор на канале, можете посмотреть. И вот мы просто открываем рядом наушники. И они сразу появляются на экране устройства. Нажимаем подключить. И на планшете у нас сразу показывается уровень заряда кейса и уровень заряда наушников. Здесь присутствует заряд как самого футляра, так и наушников. Если бы у них был разный заряд, то есть, к примеру, вы пользовались только одним наушником, к примеру, левым, в течение всего дня, то у вас будет показан заряд и левого, и правого наушника, потому что он у них будет разный. Про сам звук в наушниках я могу сказать только то, что он на уровне обычных проводных Apple EarPods, которые были представлены еще с пятым айфоном. И, кстати, в отличие от них, беспроводные наушники от Apple держатся в ушах лучше. Как по мне, это связано с тем, что обычные EarPods у нас вниз тянет провод. И они за счет этого становятся немножко тяжелее и хуже держатся в ухе. А за счет того, что беспроводные наушники, как это ни странно, беспроводов, они держатся в ушах намного лучше, потому что они легкие, их никуда не тянет провод. И, кстати, вот эта длинная часть, в ней расположен микрофон, и в левом, и в правом наушнике, что, как по мне, очень здорово. Она упирается немножко в кость, и за счет этого наушники держатся еще лучше, чем могли бы. Сами EarPods очень умные, здесь расположена куча датчиков, то есть, снизу есть микрофон, вот как раз таки в этой ножке. Здесь тоже микрофон сверху. Сам динамик и датчик движения. Он помогает наушникам понять, когда вы их снимаете и когда обратно одеваете. За счет этого они могут автоматически останавливать музыку, ставить ее на паузу. То же самое работает при просмотре видео, фильмов, ну и так далее. Раньше у меня были вот такие вот беспроводные наушники от Beats. Они называются Power Beats 3. И, на самом деле, это реально классные наушники. Они позиционируются на сайте как спортивные. И они полностью с этой функцией справляются. Они отлично держатся на ухе за счет вот этой вот резиновой дужки. У них сверху также есть индикатор, который показывает, что наушники разряжены, заряжены. Что они в процессе подключения к новому устройству. И эти наушники у меня сломались. Теперь при включении индикатор просто 3 раза 4 мигает. И все, ничего не происходит. Я чего только не пробовал. Я их и перезагружал, и пробовал сбрасывать настройки. Ничего не помогает. Также вы можете заметить, что вот одна душка на левом наушнике у меня отвалилась. Я ее сначала пробовал приклеить, у меня это не получилось. Ну и я забил на это дело и решил их использовать так. В принципе, они тоже нормально держатся в ушах. Но все-таки они у меня сломались, и теперь с ней практически ничего нельзя сделать. Потому что в интернете на эту тему пишут, что какая-то проблема с батарейкой. И, к сожалению, починить их невозможно. Можно только поменять на новые. И, кстати, вот от них у меня был вот такой вот резиновый кейс. Он очень неудобный. Он реально очень сильно собирает пыль. Вы можете даже сейчас это немножко видеть на камере. Его неудобно убирать в карман джинс. Вы вряд ли будете носить эти наушники с собой в чехле. Потому что без него их еще реально убрать в карман, к примеру, брюк. А с ним это практически сделать нереально. Он очень неудобный. Марки. Мне этот чехол вообще не нравится. И сравните просто с чехлом от AirPods, насколько они меньше, чем Beats Powerbeats 3. И, кстати, это основное достоинство этих наушников. То, что они очень маленькие. И вы сможете их засунуть буквально в любой карман. Потому что они реально очень маленькие. А точнее их корпус. Потому что, если сравнить с Gear Icon X 2, то там корпус тоже очень хороший. У них также есть зарядный кейс, который позволяет заряжать наушники в процессе транспортировки. Но он все равно очень большой и намного больше, чем кейс от AirPods. И с ним вряд ли будет удобно ходить. И, кстати, снизу, как я уже говорил при распаковке, на AirPods расположен разъем для заряда самого кейса. И как же происходит заряд наушников? Сначала у нас заряжается сам кейс. У него есть отдельная шкала заряда. Потому что это фактически мини-пауэрбанк для ваших наушников. После того, как кейс зарядится, он начинает заряжать наушники. О чем свидетельствует индикатор. То есть, видите, сейчас он горит зелененьким. Это значит, что наушники сейчас полностью заряжены. Если бы он горел оранжевым, значит, они бы сейчас были в процессе подзарядки. И это очень удобно, потому что наушники можно зарядить, к примеру, один раз. И после этого кейс буквально 3-4 раза сможет зарядить ваши наушники с 0 до 100%. И это очень клево. Я ими пользовался где-то около двух дней без подзарядки. И мне было очень комфортно. Что я могу сказать в итоге? С этими наушниками я провел уже порядка недели. И я полностью ими доволен. Это, наверное, самая удобная гарнитура, которая была у меня за все время. Во-первых, они намного лучше, чем проводные EarPods. Хоть они и такой же формы, они лучше держатся в ухе. У них немножко лучше звук, как по мне. Немного больше басов. Кстати, о звуке. Они на достойном уровне показывают свое звучание. Потому что многие говорят, что EarPods, конечно, не выдают звук на 13 тысяч рублей. Но о чем вы, конечно, думаете, если это беспроводные наушники? По-любому они не будут выдавать звук на 13 тысяч рублей. Если вы хотите какие-то более высокие по звучанию наушники, то призадумайтесь. Есть Bowers & Wilkins. Почему нет? У них очень хорошее звучание. Но беспроводные наушники их любят не за это. Их любят за их удобство. За их портативность. То, что их можно взять в любой момент с собой. Засунуть в любой карман куртки, джинс, штанов. Ну и по итогу я могу сказать, что это просто замечательные наушники. И я их всем советую. И если вам понравился данный видеоролик, то почему бы не поставить ему лайк, не подписаться на мой канал. Я очень старался. Ну а с вами был Алекс. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok